Твоя жизнь скучная и однообразна? Устал без хлеба и зрелищ? Тогда добро пожаловать на нашу арену! На легендарном турнире Кровус Максимус ждут самых отбитых и жестких бойцов на самые кишковыдирательные бои! Всем привет, меня зовут Артём, это канал Beaver Games и сегодня на обзоре у нас совсем несложная карточная игра Кровус Максимус от Конора и Доминика Макгоуи в локализации Hobby World. И это у нас снова циферная игра на взятки, однако сеттинг здесь довольно брутальный. Гладиаторские бои, лудусы, жестокость и кровь. Игра у нас рассчитана до 6 игроков и предлагает сражение не только 1 на 1, но и командный режим. Ну что ж, давайте взглянем, как тут всё у нас устроено, так что поехали! Вся игра это по сути у нас всего одна колода карт, разбитая на 5 мастей, но здесь они называются семьями, и в каждой есть по 16 гладиаторов цифрами от 0 до 15. В зависимости от количества игроков нужно подготовить эту колоду, отобрав нужные карты по таблице. Вся игра же у нас идёт до 3 побед в раундах, которые отмечаются вот такими специальными жетонами. И в начале раунда игроки получают по 10 карт из колоды на свою руку. В игре всё довольно просто. Каждый раунд состоит у нас из череды боёв, то есть взяток. И здесь есть два понятия, которые очень важны. Итак, первая карта, которая будет разыграна в раунде, у нас определяет стартовую школу. Ну и, к примеру, игрок разыгрывает девятку зелёную, и это у нас стартовая школа. Теперь каждый игрок, который будет ходить после этого игрока, может разыграть лишь карту, которая соответствует данной школе. Либо же бросить вызов, о чём мы поговорим чуть попозже. Ну а также, самая первая карта в раунде ещё и определяет сильнейшую школу. И мы сразу же берём вот такую вот специальную прищепочку, и отмечаем, что у нас зелёная школа самая сильная. Это некий джокер в нашей игре, то есть козырь, которым можно бить абсолютно любую карту. Однако, здесь работает всё не совсем так. Итак, первый игрок разыграл у нас зелёную школу, и теперь следующий игрок должен разыграть карту в масть. То есть, в цвет этой. Ну и, к примеру, он разыгрывает семёрку, сбрасывая данную карту. После следующий игрок также имеет право разыграть карту, которая будет соответствовать стартовой школе. Но также можно бросить и вызов. Что это значит? Игроку необходимо будет разыграть карту любой другой школы, которая будет равна по цифре последней разыгранной карте. И когда это происходит, к примеру, игрок разыгрывает вот таким вот образом, семь и семь, то тогда у нас самая сильная школа меняется и становится сразу же козырем. И, соответственно, он перебивает эту взятку и забирает её себе. И после этого он начинает новый ход с абсолютно любой карты, снова задавая стартовую школу. Однако сильнейшей остаётся всё ещё у нас коричневая школа. И так далее. Если игрок, к примеру, в школе перебивает просто всех остальных игроков, он забирает себе эту взятку и начинает новый раунд. Если случается ситуация, что у игрока нет карты, которая подходит по стартовую школу, он может разыграть абсолютно любую карту. И если он сбрасывает вот таким вот образом, то эта взятка уходит тому, кто разыграл наибольшую карту по стартовой школе. Однако он также может разыграть и сильнейшую школу. Тем самым он заберёт себе эту взятку. Выиграв бой. После того, как все наши карты разыграны, необходимо посмотреть на наши выигранные карты. Но главное во всех этих взятках, это не их количество, а качество карт. Ведь на каждой, почти на каждой карте, есть у нас вот такие вот жёлтые кружочки. Это поддержка толпы. Причём, что самое интересное, не на всех картах она есть, но и также не все карты приносят нам плюсовые очки поддержки толпы. Также есть карты, которые дают минусовую часть. И игрок суммирует все эти показатели, а также добавляет ещё 5 победных очков, если у него есть нулевая карта, которая соответствует самой сильной школе на данный момент. Ну и тот, кто набрал наибольшее количество, получает вот такой вот жетон славы. И мы снова замешиваем все карты, раздаём по 10 и начинаем новый раунд. И в общем это всё. Так мы играем раунд за раундом, пока один из игроков не соберёт 3 вот таких вот жетона. Он в принципе и побеждает в игре. Ух, сколько уже было выпущено игр про взятки, ну просто уйма. Наверное, с этим количеством может потягаться только Манчкин, Каркасон и Монополия во всех её всевозможных хипостасях. Механика в Кровус Максимум знакома нам всем с детства. Играем карту, заказываем масть, играешь в масть или бьёшь козырем. Ну тут да, немного именно само понятие козырь изменено, ведь его как такового нет в постоянном обиходе, а лишь есть возможность его сменить, сделав свою карту старшей. И вот по факту вот этот вот момент и выделяет Кровус Максимум на фоне других игр. Ну и конечно же вот этот вот гладиаторский сеттинг. В остальном же это обычная рабочая лошадка с механиками, прошедшими проверку временем. Говорить, что игра плохая там или хорошая, здесь в принципе не имеет смысла. Это тот филлер, который можно разложить когда угодно и почти в любой компании, и он неплохо зайдёт и вы неплохо проведёте время. Ну вот получить какие-то мега эмоции или драйв, это вряд ли. Нужна ли вам эта игра в коллекции или нет, я думаю каждый должен решить именно сам для себя. Я лишь постарался вам рассказать всё без купюр, чтобы вы могли составить своё мнение. И на этом пожалуй всё. Если вам было интересно меня слушать или полезно, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Всем этим вы поможете каналу в развитии. Любите настолки, играйте в них, но с вами был сегодня Артём и канал Beaver Games. Ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok